Козловка, село в Будурлиновском районе Воронежской области, административный центр Козловского сельского поселения. Козловка имела первоначальное название Верхние Отрожки, Шиповка, село Будурлиновского района, расположено на северо-восточной окраине Шипового леса, у истока реки Чегла, 12 километров к западу от районного центра. Хотя эта местность находится далеко от города Козлова, ныне город Мичуринск-Тамбовской области, она входила в состав Козловского уезда. Из этого же уезда сюда пришли первые жители. Именно потому и село получило такое название. В августе 1685 года эту местность осматривал Иван Жолобов. Двигаясь от Бобровского юрта, от купного владения на Битюге к Шипову лесу, он встретил первый из юртов, расположенных вблизи реки Осереди, о котором записал. Первый юрт с верховья реки Серет до переполянья прозванием Верхней Отрожки, а в том юрту живет козловец Антон Дорохов с товарищами. Изба этого юрта и была первым строением на месте будущего большого села Козловки. Антон Дорохов – первый житель села. Это доказывается тем, что позднее село, помимо нынешнего наименования, имело название Верхней Отрожки. Дом в юрту простоял одиноко лет 13. Сюда пришли тогда крестьяне-однодворцы из Козловского уезда в 1698 году. Старые источники упоминают три села под городом Козловом, откуда происходят первопоселенцы Козловки. Это Чурукино, Шехмань и Хмелевец. В 1780 году Козловка имела 545 дворов. В XIX веке из Козловки крестьяне переселились на отдаленные участки и образовали два крупных села – Озерки и Чулок. Козловка входила в состав Козловского, затем Гвоздинского уезда в Тамбовской провинции до 1782 года, Бобровского уезда с 1782 года по 1928 годы. Первая приходская школа была открыта священником Мерхалевым во второй четверти XIX века. В середине XIX века существовала почтовая станция. В 1914 году произошло крестьянское волнение. Каменная церковь Успенская 1822-1826 годов, Троицкая 1862-1869 года, Вознесенская 1906-1907 года не сохранились. В 1900 году в Козловке имеется 3 общественных здания, 2 земские школы, 1 школа грамоты, 7 мануфактурных, 20 мелочных, 4 винных и 8 чайных лавок, а также трактир. В 1906-1907 году в селе отмечены волнения крестьян, которые не хотели подчиняться требованиям царских властей. Самовольно пасли скот на землях графа Орловов и в казенном Шиповом лесу. В августе 1914 года в селе произошло восстание, известное как бунт солдаток. Конфликт начался 7 августа 1914 года, когда в Козловку из Боброва прибыли землемеры Прытков и Верник для проведения межевых работ в связи с выходом из общины 136 домохозяев. В тот период в селе проживало 12 тысяч человек. Землемеры остановились на посту у местного богача Филатова. Уже это обстоятельство насторожило селян, считавших, что толстосун получит самый лакомый и большой кусок земли. Это потом и подтвердится. Время для межевания властями было выбрано крайне неподходящее и взрывоопасное. Козловчане только что проводили на империалистическую войну мужчин. Женщины были напряжены и взвинчены расставанием с любимыми, ушедшими на фронт. В довершение к этому на полях зрел урожай, подошла пора убирать, а тут собрались топтать его людьми и подводами перекраивать. Группа женщин из 30 человек пошла в дом Филатова попросить землемеров отсрочить межевание до возвращения мужчин с фронта и дать возможность убрать урожай. Однако присутствие мужчин было властям нежелательно. Землемеры в согласии с уездными властями были непреклонны. Вопреки просьбам селян, они продолжали готовиться к межеванию, считая, что народ все стерпит. Земский начальник Минжинский уехал в Бобров. Бутурлиновский становый пристав Булыгин тоже не соизволил приехать в Козловку, хотя землемеры предупреждали его о зреющем недовольстве крестьян. Глухи остались и уездные власти. Утром 11 августа землемеры выехали в поле для проведения работ. Несколько солдаток прибывали к ним на зреющую Ниву и от имени всех селян еще раз слезно попросили отсрочить межевание, но все оказалось бесполезным. Возмущенные до крайности женщины направились в село. По пути им встретились рабочие, которые везли на повозках межевые знаки для землемеров. Солдатки отняли их, а рабочих разогнали. Своим возмущением пришедшие с поля женщины заразили других жителей. Ненависть к обидчикам росла как снежный ком, превращаясь во всеобщий бунт. В воздухе запахло грозой. Большая толпа женщин направилась к волосному правлению. По пути к ним присоединялись и другие крестьяне. К разъяренной толпе вышел козловский урядник Желнинский со стражниками. На просьбу разойтись, вооруженная камнями, кольями и дубинками, толпа не отреагировала. И тут в толпе раздался зычный призыв. «Бабы, бей их! Вам ничего не будет! Вы солдатки, жены фронтовиков!» И ярость благородная вскипела, как волна. Это была та самая искра, которая зажгла пламя бунта. Две тысячи солдаток стали забрасывать стражников камнями, бить кольями. Кое-кто поднимал вверх вилы. Затем женщины подвергли разгрому дом Филатова, уничтожили имущество землемеров. Те, узнав о бесчинствах, быстро бежали с полей за пределы села. Вся козловка была охвачена бунтом. Стражники тоже трусливо покидали село. Двое из них были ранены. Пострадал его рядник Желнинский. Агрессивная толпа громила дома зажиточных крестьян, а также тех, кто выделился из общины. Ущерб им нанесли немалый. Волнения крестьян продолжались и на второй день. Только к вечеру, 12 августа, бунт солдаток утих. И тут власти и блюстители порядка оправились от шока, осмелели и стали проявлять повышенную активность. Из Хренового и Павловска в Козловку направили дополнительные отряды стражников, в том числе конных. Бунтовщиками занялась солидная комиссия приезжих чиновников во главе с вице-губернатором Шедловским. В Козловку прибыли окружной прокурор и его заместитель, следователь по важным делам, уездный исправник и другие важные чиновники, чтобы выяснить причины и выявить виновников. «Где же раньше были эти брыдластые чиновники?» – задавались вопросом козловчане. Вице-губернатор Шедловский провел в Козловке сельский сход, на котором обвинил крестьян. Поначалу полиция задержала 93 человека, но после разбирательства под стражей остались 43. Волнение повторилось и в июне 1917 года. Козловчане начали передел казенных земель, отобрали сенокосы у графа Орлова-Давыдова. Советская власть в селе установлена в феврале 1918 года. Первым председателем совета был Федор Ефимович Жабин. В октябре 1918 года село заняли красновцы. Освободил козловку кавалерийский полк под командованием Ивана Нестеровича Домнича. Весной 1919 года в Козловке произошло стихийное выступление местных жителей против описывания церковного имущества. Были человеческие жертвы. Летом 1919 года село захватили деникинцы. Они жестоко расправились с активистами села, казнили первого председателя совета Жабина. В честь погибших в селе был установлен памятник. В 1920 году создано товарищество по совместной обработке земли «Прокатная». В 1929 году Жигульский организовал новое товарищество, которое затем было преобразовано в колхоз «Большевик». В 1930 году он разделился на шесть отдельных хозяйств. В 1959 году вся Козловка входила в один колхоз имени Ленина, которым долгие годы руководил Кувшинов. В 1979 году создали два колхоза. В 1992 году на их базе образованы акционерные общества «Нева и Луч». В Козловке жил и здесь похоронен поэт, друг Алексея Васильевича Кольцова Андрей Порфирьевич Серебринский. В начале века в селе служил священником брат известного собирателя и пропагандиста русской песни Митрофана Ефимовича Пятницкого Сергей Ефимович Пятницкий. Митрофан Ефимович приезжал к брату в гости и записывал здесь на фонограф русские народные песни. В 1879 по 1883 годы в Козловке жил и работал лесничим брат основоположника отечественной космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. В Козловке родился дипломат и мемуарист Пельченко Андрей Терентьевич. Родом из села Яков Петрович Бутыркин, революционер и государственный деятель. В 1917 году он был председателем Пятигорского совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов. Козловка – родина трех героев Советского Союза. Афанасия Георгиевича Кострыкина, Гавриила Васильевича Лепехина, Василия Егоровича Ситникова. Многие козловчане принимали участие в Великой Отечественной войне. Из них погибли более тысячи человек. Сохранившие симметрические книги о Козловке и ее церкве заканчиваются 1917 годом. В конце 1920-х годов церкви стали одну за другой закрывать, а затем и рушить. В середине 1930-х годов все три церкви уже не действовали. Из крепича Успенской церкви построили школу в Бутурлиновке. О судьбе многих священников ничего не известно. Тем не менее, в архивной картотеке репрессированных они не значатся. Ни одной священнической фамилии в селе сейчас нет. Разве что Попова и Гончарова. Дожив сын регента Успенской церкви Алексея Васильевича Неретина. Долго в селе оставалась лишь невестка псаломщика Ивана Вестфальского. Но теперь и она умерла. Сельское духовенство, практически исчезнувшее к концу 1930-х годов, было важным элементом духовной жизни русской деревни. Например, и Козловке вполне очевидно, что они сами и их дети внесли существенный вклад в развитие местной культуры. В настоящее время богослужение проходит в молитвенном доме, который называется «Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы». Население села Козловка составляет 2785 человек.